Вы не можете организовать работу нормально? Как, скажите? У нас до обеда было 500 человек. Стояли вот там, аж хвост стоял. Запускали по одному. Люди ругались, что-что. Их не запускают с теми, кто может заполнить. У вас товарищи есть, предварительная запись есть, телефон горячей линии есть? Эта услуга не предусмотрена, предварительная запись. А предусмотрено то, что люди контактируют и потенциально могут заразить друг друга? Вот такие живые картинки с прямыми вопросами и не совсем внятными ответами. Можно было наблюдать в первый день подачи заявлений на единовременные детские пособия в Энгельском пенсионном фонде. А это уже утро 14 мая. Отделение пенсионного фонда в заводском районе. Очередная очередь за очередной коронавирусной льготой. В размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет. Позабыв о риске заразиться, люди плечом к плечу. В основном без масок и дистанцирования стоят в живой очереди, чтобы подать заявление на заветные 10 тысяч целковых. Это просто идиотизм. Мы же все пробитые, все в компьютере есть. Каждый раз в практике заводят. Все нас уже к людям знают. Зачем вот этот ажиотаж действительно заводят. Это бардак, я считаю. И сами говорят эпидемия, а сами вот такой вот бардак. Ну надо было готовиться к этому и думать, что будут такие очереди. Вы первый раз сел? Первый, да. Надеюсь, последний. После поручения президента людям советовали дистанционно и безопасно заполнять бланки через интернет-портал. Но что-то пошло не так. Онлайн пробовала, вообще ничего не получается. То есть два дня, вот прямо и ночью. Онлайн госуслуги, они зависают. Программа нас выкидывает, поэтому мы попробовали два дня, у нас не получилось. Мы решили, что лучше прийти в пенсионный фонд и оформить. А госуслуги не работают в данный момент. И пришли сюда. Вообще ожидали такую очередь увидеть? Нет, не ожидала. Неожиданно, но я думаю, все пройдет быстро. Несмотря на новый график работы, с 6.30 утра избежать в живой очереди пока не удается, рассказал начальник управления пенсионного фонда в заводском районе Саратова Александр Гуреев. Постарались быстро перестроиться, так как на очереди 32,5 тысячи заявлений. Мы уже приняли порядка 60 человек. Мы создали дежурную группу, которая принимает по мере подхода мамашек для написания заявлений. Дополнительных документов никаких никто не требует. Свидетельство о рождении, паспорт и номер расчетного счета, куда отправить деньги. Всем объясняют, что выплаты будут производиться с 1 июня. Заявление принимается по 1 октября. Но вместе с тем люди хотят сегодня подать это заявление. Каждый хочет подать именно на бумажном носителе, чтобы было надежно, достоверно и все знать. Но все расчешено, полтора метра, все есть. До всех постоянно выходит, доводится информация об этом. Ну, народ у нас так. Такой, да? Да. Ничего не болит. Это наш народ. Однако, рисковать здоровьем и создавать очереди горожан заставляет их финансовое положение. И надежда побыстрее получить хоть какую-то поддержку от государства. Честно, конечно, сейчас материальные положения не очень. Конечно, они всем, думаю, необходимы. Ну, просто хотелось побыстрее. Мало ли, какие дальше будут там работы, что проблемы. Чтобы ребенку одеть, обуть, потому что отправили за свой счет в отпуск. И на это невыносимо второе месяце сидеть. У меня, например, в апреле пять рабочих дней, хотя наше предприятие даже не закрывалось. А оплачивают только три тысячи за месяц. Как вот на них жить, непонятно. Хотя, хотя бы хоть детям помогают хорошо. О здоровье и безопасности мы начали разговоры с заместителем пенсионного фонда по Саратовской области Романом Красновым. До всех граждан доводим, что у нас обязательный масочный режим. Но при этом мы не можем отказать человеку, если он пришел без маски в приеме. Именно у нас в пенсионном фонде. Я обращаюсь ко всем гражданам, кто еще не подал заявление. Выплаты будут с 1 июня 2020 года. Пожалуйста, у вас впереди еще более двух недель. Воспользуйтесь возможностями подачи заявления через портал госуслуги. Сейчас портал уже работает стабильно. Это позволит вам не приходить в пенсионный фонд. Также, если у вас нет такой возможности, вы можете также зарегистрироваться на портале госуслуг тоже клиентских службах пенсионного фонда. Это тоже даст вам возможность в дальнейшем использовать все сервисы портала госуслуг. Но граждане, которые все-таки изъявили желание прийти в клиентские службы, они будут приняты. Заявления у них будут приняты в обработку. И с 1 июня все граждане до 1 октября получат эту выплату. Там нет никаких ограничений. Я еще раз обращаю, что все граждане, которым положены данные выплаты для поддержки семьи, они все ее получат.